Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста «Инболтик». У микрофона Виктор Денисянко. В сегодняшнем выпуске из серии «На том же месте» речь пойдет о всезаязном научно-исследовательском институте эндемологии. Он был основан в Вильнюсе в 1975 году. Институт успешно пережил все политические перемены. Он действует и сегодня под именем Института биотехнологии Кельминского университета. Как вспоминает долголетний сотрудник института Гердвидас Денис, создание подобного института именно в Литве в то время обусловил ряд обстоятельств. Много обстоятельств сыграло роль тогда. Более официальные обстоятельства – это то, что у нас была специальность в университете биохимии. И в то время в Советском Союзе была только Москва, Ленинград, Киев и еще в Средней Азии в Саваканде. Наш длинный был пятый город, в котором была специальность в университете биохимии. Это важно, потому что такие люди нужны там были. Известно, что далеко не все бывшие советские предприятия сумели приспособиться к новым условиям после восстановления независимости Литвы. Институт выжил, хотя с определенными трудностями столкнулся его. Рассказывает Гердвидас Денис. Но он пережил нелегко этот начальник период, потому что, когда эта независимость получила, в детстве начнем было около 800 сотрудников. И почти половина из них должна была куда-то уйти. Эмигрировать или в житие другие работы переходить. Но сохраниться как учреждению помогло уже то, что был задел в эти годы, когда он существовал 15 лет. Уже был экспорт наших продуктов в урверные страны, были контакты. Ну и главные были люди, которые активно рели. Лишность была самая главная тогда, чтобы сохранить. Говоря о биоразработках, трудно обойти вниманием к теме биологического оружия. Мы задали своему собеседнику вопрос связи института в советские времена с оборонной промышленностью. Он был гражданским. Такой прямой связи не было. Но мы знали, что где-то ведутся работы по этой проблеме, в этой системе нашей. Потому что в Москве было создано главным управлением продуктов промышленности, которые мы принадлежали. Значит, и такие работы были. И, может быть, использовали то, что в Вильмсе делали. Ну, прямо у нас таких работ не было. Я хорошо знаю, потому что был внутри. А вот по нынешним помещениям института к экскурсию нам привела его сотрудница Айсти Булавейт. Вместе с ней мы заглянули в импровизированный музей, находящийся в одном из кабинетов. Это у нас ложки другие специальные. Вот это просто ложка. И они используются для того, чтобы взять реактив из емкости и уже положить, сколько тебе надо на весы. И знать, что у тебя там будет 2 грамма хлорида натрия. А все реактивы у нас стоят тут. И даже есть списки, чтобы можно было найти их быстро. И реактивы бывают как новокупленные, так и очень исторические уже. Потому что что-нибудь выбросить всегда жаль. А если вот финансирование закончится, и вот работать все равно надо. Это основная такая ценность, что работать все-таки придется. Айсти пришла в институт еще на последнем курсе университета. В социальности было так, что нельзя написать дипломную, если сам руками что-нибудь не сделал. И люди должны были найти место для практики. Одни нашли в факультете, а вот другие нашли в институтах, которые тогда еще были отдельно от университета. Ну вот, я в этом институте биотехнологии работала с четвертого курса. Я сперва просто училась. Работать меня учили. А потом я уже была и принята на работу довольно скоро. Вот так потом и работала. А если помнит и старое здание института, и может оценить преимущество работы в новом. Тут, наверное, лучше всего то, что все это поближе к городу. Там прежнее место по тем временам, там у нас все тоже было неплохо. Но тут, конечно, все уже тоже сделали неплохо. Вот тут у нас и воздух поступает снаружи, а окон в самой лаборатории нет. Чтобы там уже ничто не летало туда-обратно. Тут у нас здание, конечно, новое. Но как-то у нас многие затруднения, но они не горели желанием куда-то переселяться. Им там тоже было неплохо. Ну просто там уже было очень далеко за городом. Тут вот можно пойти в магазин или пойти... И у тебя троллейбусы будут ехать каждые пять минут. А там автобусов как бы несколько, но они все уехали, час, ничего нет. А хочешь погулять? Вот я там иногда гуляла по шоссе. Потому что там только шоссе. А тут, если хочешь, уже можешь гулять по красивому району и наслаждаться городом. На этом все. Спасибо, что были с нами. Встретимся в новых выпусках подкаста InBaltic. У микрофона работал Виктор Денисенко.